МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо компании Гомелюстудой працует Маргарита Котова. Глядите его этим выпуском. Шмадетная мать и господиня Вески и керавник творческого коллектива. Напереды дни 8-го соковика Веншаванне принимали перемуж с областного конкурса «Жанчина года». Владимир Спиваков запрошает. В Гомеле с аншлагом прошел концерт знакомитого маэстро и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Незвычайные годованцы. В квартире гомельчанки живут африканские смаужи. А зараз об этом и иншим больше подровязно. Напереды дни свята весны самые добрые и теплые слова пешотным, любящим и клопотливым белорусским жанчинам. По доброй традиции, 8-й соковика у Палаца незалежности на 100-е крыху раней. И все-таки в образ пешотной жанчины немогшим уявить безнадейного и моцного мужчины побач. Одночасово сегодня президент ушановил элиту армии силовых структур. Керавник Державы урушил им погоны и ордены. Дарыш, окроме гоноровых званий, у Державную Знагорода отримали и дамы. Это жанчины, которые добились значных в вышине профессии. Царут их – наставники, урочи, спортсмены, работники культуры. Часом у этого складано поверить, але в образ керавника, лидера, яны с легкостью сумершают с ролей шумодетной мати выховывать пятерых и больше детей. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительные, бережные отношения к женщинам – абсолютно базовые ценности белорусского общества. Дорогие друзья, позвольте мне от всей души поздравить вас с заслуженными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самое теплое поздравление я хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра. А кроме акветок и узнагорода от президента гучали слова удячности мужчинам на службе и шмат комплиментов милым женщинам. Во всех запрошенных так само была махчимость оглядеть интерьеры символа нашей державности. Гости прошлись по ознакомитых залах Палаца Незалежности подчас Великой Экскурсии. Если мужчины в парадных мундирах в силу профессии были стремлены, хотя так само не утромались от фото на память, то уже наша оттеканность доволена в полной меры. Поглядели и на экзотичные древы, которые подарили нашему президенту на юбилей. Доведались, что вся эта прагожость, мармуру и хрусталю белорусской вытворчести выключно праца наших майстров. Многие робили фото за столиком, где проходили экспромт перамовы нормандской шатверки в зеленой зале, да и место президента в Каминной, где излучайно за год проходят 300 международных мероприемств, так само на расхват для памятного кадра. Словом, уражение ухопить до наступного 23 лютого и 8 саковика. Ну и какое ж свято без символичного бокала шампанского и пашастунков. З нагоды памятной подеи у Палаца Незалежности для гостей далек прием. Сегодня Гомели назвали прозвищи переможцов областного конкурса «Женщина года». Организаторы продугледили 7 номинаций, сирот яких господиня села, поспеховый керавник, активная житевая позиция, матчина слава. С героинями свято сустрелись наши корреспонденты. Надея Никитина – актриса Гомельского державного театра «Лялик». 20 лет тому закончила училища имя Соколовского. Тогда тут можно было отримать профессию актера. За 20 годзи сыграла стольки ролев, что одразу узгадать усе складана. По великим рахунку, перепынки у работе рабила тольки двойче. 16 годзи тому, коли народила сынов Дмитра и Деменция. И еще простри годы, коли на свет з'явилися Эльвира и Алиса. У театры дарыши дятей добра ведают, яны часто приходят до мати. Был, правда, и еще один перепынок у работе, але невеликий. У Кастрышнику минулого года Никитины прайняли удел у республиканским конкурсе «Сямья года», где заняли другое место. Неуапошнюю чергу, гэтый выник поплывал на решение признать надею Жанчиной года у номинации «Матшина слава». В Журеве дне все семьи были очень сильные, поэтому конкуренция была большая. И мы занятым вторым местом довольны. Мы достойно выступили, нашу область достойно представили. Гэтый день у дельницы урожистого приема от имя керавництва в области запомнить напыльно на все життё. Ветераны войны и працы. Поспяховые керавники регионов и особных предприемств. Дякуючи им, створаются новые вытворчасти и вырабляется якосная продукция. Людмила Кышавенко – начальник вытворчасти консервового завода «Ксуп Брылёва». Варенье тут вырабляли еще в 1946 году. Но, благодаря именно этой женщине, у господарцев створена действительно существенная импортозамещальная вытворчасть. Консервованная и худко замороженная, экологично чистая Городнина, заразь ведомая не только в Беларуси. Причем у Брылёва постоянно распроцовывают новые рецептуры, что позволяет конкурировать с замежными вытворцами. Ежегодно делаем новые виды продукции консервной. В этом году разработали четыре новых наименования на базе нашего овощного сырья. Допустим, такой ассортимент, как ассорти Брелёвска номер 5, ассорти Брелёвска номер 6, а также из быстро замороженных овощей мы выпускаем смеси. Поспеховый кераунник. Номинация для женщин, які не только сами досягнули профессийных вышинев, а ле и шмат робец для повышения добробыту інших. Старшиня Мазырского райбы конкама Алена Паулечка гэтым потребованием отповедая уполнные меры. У в области Мазыршина улику лепших практически по усих позициях. Сегодня на Гомельшине женщину узначальвают четыре районы и працуют не горш за коллег мужчин. Может даже в каком-то плане и легче, потому что мужчины не хотят подвести женщину и всё устраняют оперативно и ответственно. Всё то, что делается для народа, во благо народа, это вдохновляет и заставляет всегда двигаться вперёд. Усяго у первым областным конкурсе «Жаншина года» приймали у дел 58 женщин. А тому зарабить выбор было непросто. Разом с тем организаторы кажут, что в наступном годе готовые повелешить сколько с номинацией. На Гомельшине шмат пригожих, пешотных, обаяльных и разом с тем деловых и высокопрофессийных женщин, от которых, по великим рахунку, залежит всё. Наполняйте нашу жизнь пригожостью, гармонией, тепленью и утульностью. Только ваша безмерная вера у нас даёт нам силу наткнение на творчество, подвиги и великие справы. А я только дней за счёт сказал про вас французский поэт Шар Бадлер. «Жаншина» — это запрошение до счастья. Олег Шинцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Урошистый приём женщин сегодня провело и Гомельское областное объединение профсоюзов. На его запросили 70 человек – от работников разных сфер до одержавных служащих. Сегодня женщины освоили практически все мужчинские профессии, но при этом застались клопотливыми и пригожими. Под час приёма, который назвали весновым комплиментом, всем запрошенным подарили ювелирное пригоживание. А про шатаго девять женщин узнагородили гоноровыми грамотами областного объединения профсоюзов. Я от всей души пользуюсь случаем, хочу пожелать всем женщинам самое главное – здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, и чтобы вас берегли ваши близкие, ваши родные, и вы чувствовали от них тепло и дарили тепло. Это самое главное. От всей души поздравляю с наступающим праздником. По инициативе областной нотариальной палаты «Гомель» прошла доброшенная акция по бесплатным юрудичным консультованиям. За два дни до специалистов звернулося больше, как 80 человек. Мероприемство прошло на базе публичного центра правовой информации при областной универсальной библиотеце. В уголе и такие доброшенные акции наториальная палата проводит уже четвертый год. Звычайно, и они промеркованные до державных святов. Пропанову поднимали так само Головное управление юстиции, Гомельского обл. ВКНК и областная коллегия адвокатов. Основная метода – помога у обороне правов и законных интересов громадян. А так само – повышение взрыва правовой культуры и формирование поважливого ставления до закона. Чтобы мы могли помочь им, защитить их права, рассказать их обязанности какие-то. Ну и, естественно, нотариусы действуют только, когда у людей нет спора. То есть, если все добровольно, мы готовы им помочь, готовы подсказать, как лучше сделать. Чтобы они не стеснялись к нам ходить, мы всегда им рады помочь. Для этого такие акции проводятся. Кветки и подарунки для аутоледи. Супрацовники Держа Аутоинспекции Гомельской области повеншовали с надыходящим святом женщин-водителям. Традиционную акцию провели на площади Ленина у Гомеля. Никаких проверок документов, только шире слова веншаванию, тюльпаны и корыстные подарунки. Многие женщины на Самрэч ведали про акцию. Некоторые шоу напереды дни анонс, и инши бачили минулогодние выники по телевизору. Очень приятно. Первый раз, кстати. Да, первый раз. Да, вчера, кстати, слышала по радио. А бояльные водители с радостью проймали веншавание, делились уражениями от акции и такой неизвышенной уваги сбоку супрацовников Держа Аутоинспекции. Раньше вообще не останавливались, сколько вот езжу первый раз. Спасибо, очень приятно. Радостные впечатления неожиданные. Какое-то такое напряжение сменилось на просто радость. Появился праздник. Дарыши, Жанчины – самые дисциплинованные водители. Отповедно статисты, цияны Амаль не здесняются порушению на дороге. А виновницами аварии становятся в угле у сего нескольких процентов выпадков. Протягиваем выпуск. Реализацию выполнения по требованию директивы президента Беларуси номер один разглядались сегодня на посяжении Гомельского гарвы Конкама. Ситуация с вытворшим травматизмом в городе наступная. За 2019 год зафиксованы три смеротных выпадки. На два меньшем – в 2018. Статистика полепшилась, но по коль такие факты региструются, проводимую работу нельга лишить задовольняющей. Что тыжится в выпадке у тяжкого травматизма, летость на вытворшисти потерпели 22 человеки. На пять – больше пораунаний с минулогодним покажем. У каждого другого выпадка виноваты и сами работники. Причем первоважная большая из потерпелых – люди во взрослении от 50-ти годов. Это значит, что часом, сподевающиеся на свой опыт, они забывают о правилах безопасности. В этом году изучили досконально все прошедшие случаи, которые произошли в городе, в области. Мы определили риски, определили на пути направления, провели уже на сегодняшний день более трех совещаний. Работа эта проводилась совместно с прокуратурой, комитетом по труду, департаментом государственной инспекции труда, областным ГАИ, со всеми заинтересованными структурами. Надеемся, что ситуация с производственным травматизмом в городе будет под контролем. Чарговые промы и телефонные линии с простонниками мясовой улады пройдут с 7-го соковика. У Гомельске мабл-выконками на пытание грамадян откажет наместник старшиния бл-выконками Андрей Конюшка. Телефон для сувязей – 33-12-37. У ГТШ с промазванки будет первый наместник старшиния Гомельска-агар-выконками Александр Германов. Нумер телефона – 33-09-59. Промы и линии, как и завышально, працуют с 9 до 12 годин. У Владимир Спиваков запрошая. За аншлагом у Гомеля прошел концерт знакомитого маэстро и Державного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Выступление отбылось в рамках фестиваля, который традиционно проходит раз на два года. Все лета его промерковали до двухзначных юбилеев – 75-го года у Владимира Спивакова и 40-го года оркестра «Виртуозы Москвы». Этот славутый коллектив створил и узначалевая маэстро. Тому атмосфера фестивалю была особливо урочистой и натхненной. Отметные особливости выступления у виртуозов – европейская культура в оконане и высокий профессионализм, увага до деталей и яркий артистизм. В программе концерты-сюита для флейты за оркестром Баха и сиренада для струнных инструментов Шайковского. В якости солиста – усусветные зорки. Скрыпаж Алексей Лундин и флейтыстка Катярына Карнишина. А кроме того, народный артист СССР Владимир Спиваков запросил лепших юных музыкантов Гомеля на сцену, как и они могли надзирать за оркестром и пераймать майстерство. В тепличных умовых белорусских широт комфортно живут навод африканские смаужи. У квартиры Жихарки Гомеля, коля 20 особен, стали полноправными членами семьи, у которой, до речи, есть еще кот, трус, собака и грызуны. Как и они уживаются на одной территории – глядите в наступном сюжете. Здесь у нас разный вид муха, этот более мягенький, но его сложнее найти, потому что он только в лиственных лесах. Наталья уладковывает новый апартамент для своих годованцев – гигантских африканских смаужов. У невеликим контейнеры треба створить докладный микроклимат – шматвильгати, кокосовый субстрат, листота. Для смаужов это идеально осяродье. Дарай шесть девять годов тому, об таких нюансах, як и про самих смаужов, Наталья ничего не ведала. Пакуль одной, чая и коллега не принесла на працу два маленькие панцеры, у надзея отдать их у добрые руки. Я принесла их домой, родители все на даче, дети на даче. Посадила в ванну, думаю, куда же мне их девать. Пошла пока искать баночку, кое-что их пересадить. Пришла в ванну, их уже нет там. Я давай искать. Одну я нашла на потолке, а вторую я так и не нашла. Наверное, через несколько часов в шторке оказалось. Так Наталья с першого дня зрозумела, что марудливость маужов – не что иншее, как миф. Затем был долгий период навучания. Жаншина перечитала массу книг по правилах утримания трапичных истот. До прикладу их любимых ласунок – это свежие огурки, одуванчики и крапива. У меню так само садовина, молотая трава, корм для рыбок и кормовый мел. И он потребный для формирования раковинки. Дарослые малюски с тяжкостью смещаются на долоне. Фулейки растут только до года, а вось тыгровые на протягу сего життя. До речи, при оптимальных умовах утримания они живут до 10 годов. У Натальи каля 20 терапичных насильников. У кожного свой характер, некоторые приязные до всех. Инши гостям не вельми рады. И на руки идут только до госпадыни. При этом все любят теплые ванные процедуры. Водичка тепленькая, мы очень любим купаться. Наталья признается, ее годованцы – выдатная допомога для домашнего салона при гажосте. Некольки процедур с малюсками робят скуру подтягнуты и исприяют гаенню дробных ранок. Ну вот, сяду, так расслаблюсь, отвлекусь от забот дневных. С ними приятно. У меня очень жизнь вокруг прямо бурлит. Что-то надо делать, где-то за всем успеть. А с ними можно минут 15 посидеть, так погладить. Разрядка за день. Поэтому очень я их люблю. Африканские смаужи – не одины годованцы Натальи. У ее дружно живутся так само трус, собака, кот и целое семейство мышей-песшанок, у яким недавно отбылось приемное пополнение. Евгения Кухаронак телерадоакомпании «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Гэты инши новинны, информацию о проектах телерадоакомпании «Гомель» вы можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomel.by На этом выпуске завершено. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Возгорание в Гомельской квартире по Реческому проспекту едва не унесло жизнь мужчины. Он сам вызвал скорую и был госпитализирован. Диагноз медиков – отравление продуктами горения. Но при этом еще и черепно-мозговая травма, а также алкогольное опьянение. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 4 пожара, на которых травмирован 1 человек, уничтожено 1 строение и 2 повреждены. Также зафиксированы пожары кустарников. В поселке Большевик Гомельского района на улице Чангарской без крыш над головой остались хозяева частного дома. Пострадавших нет. Предполагается, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и печного отопления. В Житковическом районе в агрогородке Дуброво произошел схожий пожар, но там пламя перекинулось еще и на хозпостройку. А в поселке Лукский Жлобинского района загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. Пострадало имущество в санузле и коридоре. К наблюдению очевидцев в Гомеле этой ночью горела трансформаторная подстанция. Фото пожара и работы спасателей появились в интернете. Пожар произошел на улице Победы. Около часа ночи спасатели прибыли на ликвидацию возгорания. Причины ЧП выясняются. Рассматривается версия короткого замыкания. Порыбачил и сам на себя навлек беду. В отношении жителей Октябрьского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину задержали за незаконную добычу рыбы, а дома у нарушителя обнаружили целый арсенал патронов и боеприпасов. Мужчина выловил из реки птичь с оставными сетями почти 14 килограммов озерно-речной рыбы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около 3,5 тысяч рублей. Вполне возможно, делался бы штрафом. Но по месту жительства браконьера природоохранники нашли целый арсенал патронов к нарезному и газовому оружию почти 200 штук, а также пять взрывателей гранатом РГД и один патрон к сигнальному оружию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ГАИ усилят на выходных контроль за мототранспортом. Любители передвижения на байках попадут в поле внимания стражей дорог. Погода способствует появлению мотоциклистов на улицах городов, и это увеличивает риск возникновения ДТП с их участием. В практике уже имеются примеры. Так, в преддверии первого дня весны на автодороге «Восточный обход» областного центра водитель мотоцикла «Хонда» на секунду отвлекся и совершил столкновение с автомобилем «Рено», который стоял перед светофором. Байкер получил травмы. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь в курсе происшествий Гомельского региона вместе с «Де Факто» и берегите себя. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Серия возвращается в Гомель. Рысьи продолжает борьбу в четвертьфинале чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Подопечные Сергея Стасия одержали победу в пятом матче противостояния с «Динамо» молодечно и сократили отставание в серии до минимума. «Динамовцы» были настроены завершить четвертьфинальную серию на своем льду и уже на девятой минуте вышли вперед. Отличился Зубрицкий. А вот дальше все пошло по сценарию гостей. Еще до перерыва Тополь цифры на табло уравнял. Во втором периоде Рысьи вышли вперед. За грубость соперника наказал Ревенко. На экваторе третьего периода Субхи поставил точку в поединке. И вновь гости реализовали лишнего. Пятый матч серии пройдет завтра в Гомельском ледовом дворце. Начало в 19.00. Интересно и даже неожиданно событие развивается в противостоянии юности и локомотива. Молодая аршанская дружина дает бой многократному чемпиону. Счет в серии 3-2 в пользу столичной команды. Поединок двух столичных коллективов сегодня открыл программу 18-го тура чемпионата страны по мини-футболу. Нахрана «Динамо» встречалась с дорожником. Представители нашего региона свои поединки проведут завтра. А в Светлогорске сойдутся местные ЦКК и Гомельское ВРЗ. Начало поединков в 14.00. Параллельно в областном центре БЧ будет принимать Щучин. Игра будет проходить традиционно на арене спорткомплекса «Локомотив». Гомельская «Энергия» завтра проведет очередной поединок четвертьфинальной стадии чемпионата страны по волейболу. В гости к подопечным Дмитрия Лихорада приедет столичный строитель. На предварительном этапе команды встречались дважды. Оба раза сильнее был коллектив из Минска. Нынешний поединок пройдет на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. Женский гомбольный Гомель завтра также играет дома соперник Берестием. Поединок первой и шестой команд чемпионата состоится во дворце игровых видов спорта. Начало в 14.00. Более 120 юных спортсменов принимают участие в открытом турнире по настольному теннису памяти Семена Хасина. Состязания проходят в спортивном зале Гомельского областного клуба по игровым видам спорта. Нынешний мемориал Хасина юбилейный, 20-й по счету. Главная особенность турнира – традиционно большое количество участников. Ни один из десяти игровых столов не простаивает ни минуты. Кроме гомельчан за награды борются спортсмены из Минска, Бобруйска, Борисова и других регионов нашей страны, а также из Литвы. Кстати, литовская дружина приехала в сильнейшем составе. Победителей и призеров выявляют в двух возрастных категориях – 13-16 и 12 лет и моложе. «К нам всегда с удовольствием все ездят, потому что у нас очень много игр, и мы играем много, и дети получают колоссальную пользу. Первая цель – это популяризация настольного тенниса и развитие. Это раз. Во-вторых, у нас в марте очень много соревнований республиканских, и это один из этапов. Совсем скоро будет у нас первенство республики 2005 года. Также будет первенство области, на которых будет проходить отбор на республику 2005 и 2009 года. То есть это хороший опыт соревновательный для ребят». Семен Хасин – знаковая персона для гомельского настольного тенниса. Судья международной категории, тренер, председатель областной федерации. Семен Михайлович много сделал для развития этого вида спорта в нашем регионе. Завершатся соревнования завтра. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok